Суд города Худжан до 20 ноября огласил очередной приговор восьмерым жителям Сагдийской области по религиозному мотиву. Группа молодых людей была осуждена к различным срокам лишения свободы по обвинению в участии в исламском движении Салафия. Среди осужденных четверо студентов отделений журналистики и права, выпускник университета Арабакеш и другие. По данным следствия, 18-летний Комрон Назмеддинов, работающий на рынке Арабакеша, совместно со сверстником Абдуназаром Назаровым принимал участие в движении Салафия и распространял его среди молодежи. Оба признаны виновными судом в организации экстремистского сообщества и приговорены к шести годам заключения в колонии строгого режима. Шестеро других подсудимых – Субхон Али Абдуджаборов, Камалджон Ахунов, Саид Мурот Давлатов, Хайтбой Шодманкулов, студенты факультета журналистики, права и истории Худжанского университета. Далер Джон Самиев, выпускник этого вуза и безработный Гуфрон Ниаматов, признаны виновными в несообщении о преступлении. Они приговорены к шести месяцам заключения в колонии общего режима. Отметим, что режим в Таджикистане всячески отрицает существование в стране притеснений и преследований за ислам, но в то же время суды продолжают выносить приговоры по сфабрикованным уголовным делам, имеющим религиозный мотив. 19 ноября Комиссия США по вопросам международной религиозной свободы, USCIRF, опубликовала отчет за 2017 год «Стран-нарушителей религиозных свобод», в котором Таджикистан третий год подряд оказывается в черном списке. В 2017 году, отмечает автор отчета, усилился контроль за религиозной деятельностью и людьми с внешне выраженной религиозной принадлежностью, наличие бороды и хиджаба. За отчетный период исследователи зафиксировали ограничения в сфере религиозного образования и попытки ограничить празднование религиозного праздника и Ди-Рамазан. Отчет состоит из 221 страницы, 9 из которых отведено ситуацией с религиозными свободами в Таджикистане. В отчете приводится факт оскорбления чувств верующих со стороны государственного служащего. Несмотря на то, что чиновник позже принес извинения перед прихожанами, мечеть, на территории которой произошел инцидент, была закрыта. Представители комитета по делам религии Таджикистана утверждают, что исследователи в своем отчете ссылались на информацию желтой прессы, поэтому сомневаются в его достоверности. Продолжение следует...